здравствуйте дорогие мои любимые дети продолжение моего предыдущего послания сегодня мы вновь поговорим об энергетическом факторе взаимодействия между людьми на самом деле даже выйдя с кем-то на единый уровень вибраций не всегда можно достичь по-настоящему гармоничных отношений и все дело здесь в личной энергетике человека она также как и личность каждого человека уникально и своеобразно энергетика человека может быть жесткой и мягкой суровой и нежной собранной и рассеянной словом нести в себе множество особенностей и нюансы можно сказать что она окрашивает черты характера человека которые сохраняются даже тогда когда он выходит уже на уровень вибрации четвертого измерения но когда это происходит особенности характера человека также как и его вибрации тоже выходят на новый уровень они не то что смягчаются но утрачивают негативный оттенок который был свойственен им трехмерном мире так например присущая кому-то жесткость и суровость уже не несут в себе осуждения агрессии либо жажды контроля а становятся собранностью и готовностью принять на себя ответственность за других людей иначе говоря серьезный от природы человек новых вибрациях четвертого измерения не становится весельчаком а просто свойственная ему энергия переходит другое качество со знаком плюс можно сказать что энергия человека вышедшего на уровень четвертого измерения распадается на множество составляющих но все они находятся на одном уровне вибрации это подобно множеству оттенков энергии в единой цветовой гамме поэтому для гармоничного взаимодействия людей мирах высоких измерений необходимо их энергетическое совпадение по многим параметрам иногда схожим а порой и противоположным конечно и в трехмерном мире происходит нечто подобное но в отличие от него взаимоотношения людей мира высоких вибраций строятся на основе безусловной любви но это энергия не однолика она являясь божественным эталоном лишь наполняет собой излучаемые людьми индивидуальные свойственные только им энергии которые приносят бесконечное разнообразие в жизнь обитателей этих миров а дальше вступают свои права божественная целесообразность и законы вселенной люди считывая энергии окружающих интуитивно находят тех с кем они смогут построить наиболее гармоничные отношения так они находят спутников жизни друзей группы по интересам профессиональное сообщество и все это происходит без эмоциональных стрессов и разочарований поскольку негативные энергии как таковые не способны существовать в мирах высоких вибраций на этом мы остановимся сегодня любящий вас безмерно отец абсолют говорил с вами приняла марта